Всем привет, я Алиса Че и вы на канале Че Гейм. И сегодня я буду обустраивать спортзал Тока Бока. Перед началом обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ну а мы начинаем. Выбираем дом, в котором будем делать наш спортзал. Я хочу сделать маленький домик, вот этот. Погнали посмотрим, что же там внутри. Отлично, убираем всю мебель. Я уже примерно вижу, где что будет. Ну супер, можно сказать, что я уже практически все придумала. Нужно только сменить обои, ну и уже начинать ставить мебель. Выбираем что-то подходящее. Ну здесь будет душевая и раздевалка. Думаю, что-то нужно выбрать не очень яркое и не очень тусклое, конечно же. В душ пойдут вот такие обои. Это плитка. Ну и на пол, соответственно, плитка тоже. Только вот какая. Окей, вот. Это, конечно, не совсем плитка, но ладно. Можно вот такую положить, кстати. Тоже классно смотрится. Вот здесь у нас будет стоять душевая кабина, возможно, даже несколько. Следующая комната это раздевалка. А вот здесь уже интересно, какие же обои нам сделать. Так, это пол. Мне нравится вот этот очень пол, так что оставляем его и красим темно-синей краской. Суперсочетание, мое любимое. Нам нужны теперь шкафчики для раздевалок. Тут есть вот такой. Синий, кстати, классно подходит. И, по-моему, еще какой-то есть. Есть розовый. Если бы у нас был дом побольше, можно было бы разделить мужские и женские раздевалки. Ну а что, мне кажется, что это прикольная задумка. Вот так как-нибудь их поставить. Смотрится интересно. Так что я предлагаю оставить так. Также мы должны поставить, наверное, какую-то скамеечку, где можно будет положить вещи или, там, не знаю, переобуться, например. Еще есть вот такая. Она, кстати, побольше, но сюда не очень подходит. Ну, получается, раздевалка уже готова. Мы поставили туда несколько шкафчиков. И все. Супер. Ну, конечно же, мы добавим еще какие-нибудь рюкзачки. Вот, отлично. Еще какой-нибудь рюкзачочек можно закрывать. Дальше душ. Я думаю, что поставлю вот этот вот. Его можно прям к стенке поставить, кстати. Интересно, поместится ли еще какой-нибудь второй? Вот я не уверена на самом деле. Нет, поместится, слушайте, реально. Если подвинуть чуть-чуть, вот так вот, например, тогда будет очень неплохо. Двигаем теперь вот так. Ну, я думаю, добавить еще, конечно же, какую-нибудь занавесочку беленькую. Потому что там душ прямо возле окна. Ну, к сожалению, я с этим окном ничего сделать не могу. Вот только занавеска. Дальше мы повесим полотенчики. Давайте выберем какую-нибудь полочку. Вот такую. И повесим туда все, что нам нужно. Вот полотенце. Раз. Два. Салфетки какие-нибудь. Ну и поставим гель для душа, наверное. Вот. Раз. Два. Отлично. Душ готов. Раздевалка готова. Можно дальше обустраивать. В следующих комнатах у нас будут находиться тренажеры. Разные гантели. Да. Думаю, хорошо подходят. Я перекрашу стены в серый цвет. Обои я не хочу вешать. Вот эти обои смотрятся достаточно странно. Если их просто перекрасить в серый, очень даже миленько. Дальше пол. Какой-нибудь такой. Мне кажется, что будет он смотреться классно. Ну и теперь давайте смотреть, какие же тренажеры у нас тут есть. Есть баскетбольное кольцо. Большое. Вот это. И такое вот маленькое. Непонятно. Его можно на любую высоту вешать. Пока оставим вот это. Вот баскетбольный мячик. Почему-то он желтый. Какие-нибудь картиночки. Баскетбольные тут, кстати, они есть. Вот, например, поле. Как вам? Занавеска. Перекрываем окно. Нам нужен какой-нибудь ящик. И там будут баскетбольные мячи. Я еще думаю добавить туда какие-нибудь гантели, возможно. Ну, я думаю, что он будет открытый. Ох, проблематично, конечно, такое найти. Но я думаю, что я справлюсь. Вот, этот нам подойдет. Что же еще нам нужно? Шведская стенка. Почему бы и нет? Только найти ее нужно. Где она? Вот. Ну, слушайте, мне кажется, похоже. По ней можно лазить. Тут еще есть стол для настольного тенниса. Нормально. Возможно, я его сейчас добавлю. Знаете что? Я думаю, что я сейчас вот это все оставлю как есть. И поеду в настоящий спортзал и возьму там некоторые вещи, чтобы уже можно было нормально все обустроить. Спортзал у нас есть на первом этаже в аквапарке. Посмотрите, как тут много всего разного. Вот это мы заберем, пожалуй. А, это так не делается. Я думала, он один на одного поставится. В обычных спортзалах они прям вот так вот горочкой стоят. Но у нас так не получится сделать, видимо. Придется каждому по одному в руку давать. Дальше. Вот гантели. Они в две руки. Достаточно большие, кстати. Что же дальше? Вот такие коврики для йоги. Маленький коврик. Не знаю, даже буду ли я его брать. Вот такие мячики, гантели, гири, гантели. Такс. Достаем еще людей. Слишком много всего. Хоп. Открываем еще один спортзал. Тут, кстати, есть беговая дорожка, но ее забрать нельзя. Вот такие маленькие гантели. И еще одни маленькие гири. Отлично. Вроде бы все, что я хотела, я взяла. Едем обратно в наш спортзал. Мячи я поставлю, ну вот, на одну полочку. Прямо по размеру. Идеально подошло. Мы вытаскиваем всех, у кого есть вот специальное оборудование. Ой, девочка, отдавай сюда это все. Так, ну вроде бы все. Я больше никого не вижу с гантелями или гирями. Так что давайте начинать. Убираем из рук. И людей тоже убираем. Они мне пока здесь не нужны. А потом хотите позаниматься? Конечно, давайте. Ох, что-то как-то много всего стало. Давайте выбирать, куда же мы поставим гири, гантели. Пять-десять килограмм. Пятнадцать есть. А для наших маленьких гостей еще будут маленькие гантели, которые я случайно куда-то положила и не могу теперь достать. Вот эти коврики нужно куда-то положить, а они раскрываются. Для них придется делать отдельную полку. Вот такая. Сюда ее. Главное, чтобы потом до нее смогли дотянуться. Ну и последний желтенький. Замечательно. Погнали еще один такой шкафчик достанем. Мне кажется, он очень удобный. Вот, как-нибудь так пока что он нормально не ставится. Ну, знаете, давайте тогда вот сюда. Я просто не знаю, куда его больше ставить. В ту комнату он уже не помещается. У нас столько всего нового, что, похоже, тонисный столик сейчас улетит куда-нибудь далеко. Гантели. Возвращаемся на прежнее место. Кстати, два маленьких коврика мы тоже убираем. Я о них забыла совсем. Где еще одна гантеля? Они что, по одной штуке, что ли? У меня здесь есть четыре степ-платформы. Я думаю, что я их поставлю просто вот так, чтобы они уже были подготовлены к занятию. Потому что я не знаю, куда их убрать, честно. Они не ставятся друг на друга просто. Кольцо для баскетбола мы убираем обратно. Вот сюда. Супер! Мне уже очень нравится наш спортзал. Вы только посмотрите, какой он уже крутой. Но теннисный стол мы уже сюда не поставим. Уже не помещается. Я очень рада, на самом деле, что у меня нашлись разные вещи, которые можно поставить на спортзал. Вот, какую-нибудь форму можно сюда повесить. Оп! И еще давайте я знаю, что нужно обязательно поставить. Это автомат с водой. Какой-нибудь с едой, наверное, тоже. Потому что просто автомат с водой в токобаке нету. Ну вот, вода есть. Молоко тоже. Ну да, странно, наверное, приходить в спортзал, а потом покупать там какие-нибудь сладости. Вот, маршмеллоу. Ну, я его ставлю только вот из-за воды. Поставим его куда-нибудь, где есть место. Вообще, я хочу его поставить вот сюда. Пусть он стоит в раздевалке. Все-таки я хочу, чтобы шкафчики стояли вот так. Это куда-нибудь сюда тогда. Не знаю, куда это деть. Давайте тогда мы решим эту проблему по-другому. Мы поставим небольшой столик. Вот какой-нибудь такой. И на него мы поставим воду. Потому что вода должна быть обязательно. А воды-то тут нету. Ну ладно. Сейчас мы эту проблему тоже решим. Вот отсюда берем водичку. Поставили. Ну и молочко, наверное, тоже можно. А то что, у нас одна вода стоять будет. О, классно. Теперь мы это убираем. Ну вы только посмотрите, как все круто. Мне кажется, очень классно получилось. Вот так вот. Приходишь. Где мой персонаж? Я потерялась. Уп, нашлась. Замечательно. Вот, прихожу. Вот, только почему-то нельзя сесть вот сюда. Ладно, проехали. Выбираю себе шкафчик. Вот этот, например, какой-нибудь. Переодеваемся. Шапочку оставляем здесь. Шапочка здесь не оставляется. Ну ладно, пойду заниматься в зимней шапке, раз так. Закрываем. И идем заниматься. Вот. Походили тут немножечко. Размялись. Потом берем коврик для йоги. Тоже что-нибудь делаем. Вот, лежим. Отдыхаем. На нем посидеть можно. Полежать. Супер. Функциональненько, да. Тут можно попить водички. Потом обратно возвращаем. Главное, чтобы никто другой не попил. Тут можно тоже подкачаться, я думаю. Кстати, может быть, это вот так должно работать? У меня стенка полголовы обрезала. Встаем. Берем в ручки гантель. Я, кстати, взяла самую большую. И вот так вот поднимаем, опускаем. Качаемся. Супер. Убираем потом все обратно. Должен быть полный порядок. Шведская стенка. Вот. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Полазили. Супер. Также можно взять мячик, позабивать. Все. Потом мы позанимались. Возвращаемся. Моемся в душике. Прямо в одежде. Ну, или можно вот полотенце надеваем. Переодеваемся. И уходим домой. Ну что ж, ребята, я надеюсь, что вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами была Алиса Че. Всем пока-пока.